Доброе утро! Сегодня у нас еще одна долгая поездка. Мы выдвигаемся на Фуджейру. Напомню, мы уже успели побывать в Будабе, в Аллейной мы побывали, были в Шарджи. Сегодня у нас запланирован Фуджейра. Еще мы хотели побывать в Рассальхейме, Аджмане и Малькуэйне, но туда мы уже точно добираться не успеем, потому что скоро улетать домой. Итак, последняя поездка загородная в соседний Эмират на Фуджейру. Навигатор показывает, что туда ехать 140 километров и дорога займет полтора часа. Вот так выглядит дорога на Фуджейру. Мы едем сейчас по Альдейд Роуд. И вокруг пустыня, справа пустыня, слева пустыня, красный песок. Кстати, мне красный песок нравится, цвет больше, он такой красивый, прямо такой насыщенный цвет. Немножко местами зелень, кустики, какие-то барханчики. Дорога, прямо дух не захватывает, но, в принципе, тоже довольно красивая. И посмотрите, дорога с обеих сторон огорожена заборчиком. То есть, чтобы, во-первых, чтобы животные всякие сюда на трассу не выходили из пустыни. И, во-вторых, чтобы люди тоже просто так в пустыню не сувались. Кто не знает, потому что, ну, сами поймите, там в пустыне запросто можно заблудиться, застрять, на машине забуксовать. Также есть забучие пески, можно вообще там пропасть навсегда в пустыне. Поэтому лучше в одиночку в пустыне не суетесь. Трасса вроде как скоростная, ограничение скорости 120 км в час. Но вот встречаются иногда такие пробки, прямо чуть ли не стоим. Видите, вот все, встали, стоим, очень медленно движемся. То есть, на скоростной трассе, посреди скоростной трассе встречаются такие пробки. Тут очень много грузовиков, таких именно большегрузных. Похоже, они тут что-то возят, там песок или что-то еще. Поэтому будьте внимательны на этой трассе, если вы за рулем. Будьте готовы в любой момент, что перед вами будет пробка. И, соответственно, надо будет резко тормозить. Итак, мы с вами въехали в Эмират Фуджейра. Значит, по краям уже начались какие-то небольшие здания. Ну, тут, похоже, какой-то район, может быть, здесь раньше что-то и процветало, и хорошо здесь жилось. Но выглядит все как будто полузаброшенное, полуразваленное. Свалка, мусор, тут все ветхое, старое. Но мы приехали не сюда, нас интересует, что будет дальше. А впереди, смотрите, красота, горы, горы, горы. Дорога между гор выглядит потрясающе. Прямо красота, красотейшая. И справа, и слева, и впереди, и прямо когда вот едешь по дороге, и прямо горы. Прямо как будто врезаешься между гор. Вообще красота. И смотрите, вот как раз мы подъехали с вами в Фрайдей Маркет по пути в Фуджейру. Ну, так называемый пятничный рынок. Говорят, здесь все дешево. Многие знакомые нам его рекомендовали. То есть, это просто вдоль трассы небольшой такой кусочек, где вокруг стоят магазинчики, палатки. Давайте мы здесь припаркуемся. Зайдем, посмотрим. Ковры здесь я вот вижу уже, всякие мебель, сувениры. И вот мы зашли в ковровую лавку. Продавец отлично говорит по-русски. Это какой размер? Да, русский. Размер 2 на 3. А где по-русски научились говорить? Да, я, 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 мы не знаю русский. Приедем в мои магазины, много-много. А сколько такой ковер стоит? Дише ли дает, такой 150 долларов дает. 150? А дирхам сколько? Дирхам сколько? Я на 4 150 дирхам. 450 дирхам такой ковер стоит? Да, дешевле я, сам дешевле. Ты посмотри, такой свете хочешь? Нет, нам большой не нужен, нам нужен этот... Ты хочешь маленький размер? Да, маленький, для намаза нужен нам этот. Для намаза? Да, нам нужен этот, спрейер карпет нужен. Ну вот здесь на выбор предлагает огромное количество ковров, и большие, и маленькие, и дорожки. Есть ковры хамелеон, то есть поворачиваешь, он цвет меняет. И посмотрите, там есть вообще огромные ковры еще висят. А что, пристань? А, 25. Сейчас посмотрим еще, ладно, посмотрим. Сейчас посмотрим. Ковры здесь, конечно, очень красивые, есть очень-очень разные узоры, большой выбор ковров, но они все либо бельгийские, либо турецкие. Иранских ковров здесь нет, а, как вы знаете, самые лучшие ковры это иранские. По ценам здесь, опять же, сначала, говорят, цены подороже, потом, когда начинаешь уходить, говорят, ладно, два ковра отдам там за 100 дирхам, один ковер 100 дирхам, два ковра, то здесь цену хорошо скидывают. Не надо приходить сразу, в первом попавшем месте покупать, надо походить, повыбирать, поговорить, пообщаться с ними, и потом уже кто из них дослушает цену там и покупать. Здесь все продавцы очень хорошо говорят по-русски, и вот такие вот огромные ковры, вот смотрите, я и ковер. Этот ковер 800, да? 800 дирхам стоит. Ну, тут очень много таких больших ковров, ну, я не знаю, если вы возьмете здесь ковер, как вы его потом домой повезете. Ну, на самом деле, 800 дирхам, это, я вам хочу сказать, цена не окончательная, тут можно торговаться, я думаю, такой ковер вам запросто там и за 400, и за 300 дирхам отдадут. Посмотрите, ковер хамелеон, то здесь такой светло-красный, переверни, да, и вот такой уже темно-красный бордок, получается, то есть цвет хамелеон называется. Здесь-то много таких ковров, это все ковры бельгийские, они шелковые, вот эти вот маленькие коврики, есть большие ковры, есть черстяные ковры, но черстяные они уже толстые такие. Иранских ковров здесь нет, хотя некоторые продавцы обманут, говорят, что есть иранские ковры, но на самом деле их здесь нету. Иранские ковры, они отличаются тем, что у них должна быть прямо она прошита, так, тут вот наклеечка бывает на коврах, сейчас вот наклейка тут отодрали, а на иранских коврах не наклейка, а там прям бирка прошита бывает, она прям вшита в ковер, и на этой бирке обязательно должно быть написано, Сколько там узелков в этом ковре Бывают некоторые продавцы обманывают Что вот иранский ковер, иранский Но у нас настоящий иранский ковер, он всегда с биркой И на этой бирке написано, сколько узелков на ковре Поэтому здесь, на этом рынке Не надейтесь купить иранский ковер Но зато можно купить хороший бельгийский или турецкий ковер Ну вот, мы и взяли 6 маленьких ковриков Нам сейчас упаковывают в пакет 6 ковриков суммарно 180 дирхам То есть 1 коврик 30 дирхам Я думаю, это хорошая цена И качество на самом деле хорошее Смотрите, они очень такие мягкие Очень удобно складывать их Например, вот так можно сложить пополам Еще пополам, еще пополам И вот так они даже в любой пакет, в любую сумочку Поместятся в очень удобной коврике Окей, спасибо большое Спасибо Спасибо, как зовут тебя? Я Салим Салим? Окей, Салим Еще здесь есть всякие растения, семена, цветы Рассада Ну, если вы турист, то это, наверное, вряд ли Вас будет интересовать Не повезете вы же с собой Если вы здесь живете в Эмиратах То, возможно, вам стоит туда заехать по пути Короче, все, что хотите От мала до велика Любые растения есть Выбирайте, покупайте И еще тут же есть фруктовый овощный рынок Смотрите, маленькие бананчики Вот так интересно висят на такой большой ветке Никогда такого не видел, чтобы они так росли Ну, цены тут, в принципе, такие же Похожие, как и в Дубае Фрукт инверситет маркет То есть, также примерно стоит Там 10, 12, 15 дирхам за упаковку И мы взяли здесь вот такую коробку хурмы То есть, она стоит 15 дирхам такой ящичек Здесь 18 штучек Такие, не небольшие они Но среднего размера хурмушки Вот, в пакет упаковали И банан И килограмм бананов, опять дирхам По пути в Фуджеру Есть небольшой населенный пункт Масафи Ну, все, вот, в принципе, мы ее уже и проехали Эту Масафи То есть, совсем-совсем маленький Этот райончик Посмотрите, впереди Они как будто гору разломили пополам И прямо между гор проложили дорогу Очень классно смотрится Фуджера, она вытянутая вдоль Амазского залива То есть, она достаточно протяженная Там порядка 80-90 километров Ее протяженность составляет И мы решили начать с северной части То есть, мы сейчас едем на север Фуджеры Продолжаем движение По дороге на Диббу Дорога также идет между гор Прекрасные пейзажи Прямо даже быстро ехать неохота Охота ехать медленно, не спеша И любоваться по сторонам Этот горный массив Называется Вади-Вурай Национальный парк И является самым первым в Эмиратах Горных массивов Который охраняется государством В 2009 году вышел специальный закон А теперь мы поедем дальше на Диббу Осталось несколько километров доехать И потом уже, начиная с Диббы Мы с вами поедем вдоль Амазского залива Поедем уже вниз на юг И вот мы с вами въезжаем в Диббу Здесь такие недостроенные дома Нас встречают И похоже стройка заброшена Торчит ржавая арматура И посмотрите, там вдалеке горы уже закончились Такая темно-синяя мгла Это и есть океан Выход в океан И на самом деле мы сейчас находимся в Диббе Это совсем не Фуджейро То есть это является Эмиратом Фуджейро Но сам город Фуджейро, он несколько дальше А вот вдоль побережья Много-много-много мелких городов находится Которые принадлежат Эмират в Фуджейро Очень красивая дорога Все такое старенькое Такое симпатичное Очень такое очаровательное местечко Не современное, как в Дубае Не с блеском, не с лоском Без пафоса А именно такая какая-то самобытность Полуразруха Ну прикольное место, мне нравится Я не хочу пересказать вам всю Википедию, что там написано Но говорят, что Фуджейро Это в основном рыбацкий, сельскохозяйственный Эмират А вот этот городок Дибба, где мы с вами находимся Он типа самый-самый такой большой Рыбацкий именно городок И сейчас мы постараемся найти с вами ресторанчик Какой-нибудь прямо возле набережной И там отведать местную рыбу Только свежевыловленную из океана Ну вот мы с вами и пообедали Это место называется Аль-Хамур ресторан Он находится прямо рядом с Дибба-бич То есть возле общественного пляжа Диббы Ну мы вчетвером тут хорошенько объелись Не скажу, что тут прямо супердешево То есть цены такие же, в принципе, как и в любом ресторанчике В олени мы также примерно кушали В Абу-Даби и в Дубае Ну больше всего, конечно, здесь нам запомнился рыба-кофр Вот, посмотрите, то есть стоимость Это на четырех человек То есть рыба 90 дирхам Целый вот этот большой кусок огромный Потом два риса 24 дирхама Хумус 5 И этот сок 24 дирхама И еще хлеб мы кушаем 146 дирхам общий счет Ну, в принципе, это не супердешево То есть это стандарт цена для такого ресторанчика Для такого уровня Ресторанчик очень простенький Но внутри реально готовят свежую рыбу Еще такой момент Вы, когда приходите в такое место Всегда говорите Not spicy Они говорят Little spicy, little spicy То есть немножко Этот Острое Нет, говорите Zero spicy, скажите Вот так я прям показывал Zero spicy Говорю, zero То есть ноль специй Почему? Потому что Обычно здесь в этих ресторанах готовят Индусы, пакистанцы, бангладешцы И они привыкшие к очень острой еде И поэтому, если они скажут Если вы скажете Чуть-чуть spicy Они вам сделают настолько острое Что вы даже это съесть не сможете Либо будете мучиться И есть очень долго И медленно Еще у нас остался Вот такой пакетик То есть take away Рис То есть мы не весь съели Чуть-чуть риса осталось Да, если вы не можете доесть В какой-то кафешке Ресторане Не надо оставлять Просто скажите Официанту Пожалуйста, take away Он у вас заберет тарелку Упакует сюда Вот в такой контейнер Упакует Вот И отдаст вам И это вы можете забрать с собой И потом скушать позже Например, там вечером на ужин Ну все Мы поедем дальше Напомню Мы сейчас в Диби находимся Это самый северный городок Фуджеро А нам надо попасть еще в саму Фуджеро То есть сейчас мы вдоль побережья Поедем по дороге Это еще примерно 40-50 километров Да, судя по всему Рыбаков здесь много Вот мы сейчас едем в двойнабережной И везде сюда, сюда Лодки различные Похожи люди, да Действительно здесь занимаются рыбалкой Ну все Все, на этом с Дибой прощаемся Из нее выезжаем Опять справа от нас горы Слева от нас океан И сейчас мы едем в сторону Фуджеро Но сначала зайдем в Акку Посмотрим, что есть там Посмотрите, вдоль дороги По правой стороны Всякие вот зеленые Идут насаждения Много-много их Это, оказывается, местные фермы И мы остановились Смотрите, что здесь они выращивают Так же, как у нас в России Стоят теплицы Поливочные сланги валяются Под теплицами, к сожалению, непонятно Что там растет Смотрите, птиц очень много летает И тут какая-то зелень тоже растет Пальмы здесь тоже есть Но я не думаю, что они здесь Финики прямо выращивают на этих пальмах Может они просто так здесь стоят Для тени, наверное Вот, а так здесь, да Что-то реально выращивают И здесь чья-то ферма Прямо как у нас дача Теперь заезжаем в Аль-Акку И сразу на въезде Посмотрите налево Видите, там такие Типа как камни большие Но на самом деле Это остров Называется Snoopy Island И сейчас мы туда попытаемся попасть Ну вот мы с вами на пляже Прямо за мной находится Snoopy Island То есть вы, в принципе, можете приехать сюда Прямо здесь на песочке Раздеться, переодеться А тут туалетов душевых Ничего подобного нет Просто это голый песок Голый пляж К сожалению, немножко грязноватый Мусор здесь всякие люди побросали Это очень печально Ну ладно Короче, здесь раздеваетесь Переодеваетесь И плывете сами до острова Тут плыть до него Ну метров 50-70, наверное То есть кто из вас Более-менее умеет плавать Это не проблема Если вы предпочитаете Более культурный вид отдыха Вот прямо здесь есть Sandy Beach отель То есть не обязательно в отеле останавливаться Можете просто через них зайти на пляж Это стоит 100 дирханов То есть пляж Плюс обед Там шезлонги Все такое Короче, можно застопить Содерхам попасть на пляж Многие русские так и делают Кто сюда приезжает Вот Но мы долго здесь останавливаться не будем Нам надо дальше ехать Я просто пойду посмотрю водичку Пойдемте со мной Попробуем водичку Честно говоря, я никогда в океане Еще не купался То есть все, что мы купались в Дубае В Удаби Это все всего лишь Персидский залив А вот здесь уже идет Здесь хотя тоже залив Это Оманский залив Океан там дальше О, вода-то приятная на самом деле Тепленькая О, прикольно И смотрите, волна-волна-волна накатывается О, приятно Класс То, что сильные волны Здесь получается Идем сюда Вообще водово Идем сюда Идем поближе То, что здесь сильные волны Видите, песок немножко поднимается Со дна Вода такая мутноватая А там вот глубже Вода, в принципе, довольно чистая Прозрачная И посмотрите, какой здесь песок Он совсем отличается Не такой, как в Дубае В Дубае просто он равномерный Такой желтый цвет А здесь он какой-то коричневый С такими вкраплениями Тут ракушек очень много в этом песке Да, очень приятный На общем, кстати, песок такой мягкий И совсем не такой, как в Дубае Дальнейшая дорога лежит через туннель Он такой не очень длинный Опять же, здесь везде грузовики Ограничение скорости 60 км в час И на выезде На выезде опять открывается Отличный вид на горы На местную красоту По пути мы с вами решили Заскочить в местечко под названием Шарм И опять же, смотрите Мы с вами едем И вокруг справа и слева Находятся вот эти фермы Где люди сельским хозяйством занимаются Что-то выращивают Теперь мы заехали с вами в Альбаде и Моск Это одна из самых знаковых Достопримечательностей Фуджейры Вот эта мечеть Это самая древняя мечеть На территории Арабских Эмиратов То есть ей более 600 лет И здесь, видите, вокруг раскопки Типа это Здесь раньше был город вокруг мечети Но теперь этого города нет Вот, кстати, колодец здесь видать Тоже колодец есть И типа дворик Как будто старое жилище Так, вход там Пойдемте туда во вход зайдем Здесь есть специальный стенд Здесь написано подробно Про историю мечети Что она была построена из камней И каких-то этих кирпичей Из грязи, что ли Из глиняных кирпичей, наверное И вот здесь в конце написано Подробности сами можете прочитать Кто хорошо знает арабский, читайте на арабском Кто знает английский, читайте на английском И здесь вот видите Дата мечети Возможно начало 1446 года Нашей эры В настоящий момент в этой мечеть проходит намаз Поэтому мы пока пройдемся чуть вверх Попробуем подняться Посмотрим, что здесь в этих зданиях Идемте Тут наверху находятся какие-то башенки Форты, наверное Поднимемся чуть-чуть Пройдемся Посмотрим, что там есть Тут такие большие каменные ступени ведут Наверх Что здесь есть? Да, тут, конечно Деревни, деревни Цивилизации никакой И посмотрите Какой отличный вид на горы открывается Как они красиво лежат Прямо одна за другой Прямо как будто каскадом Вообще шикарно все выглядит Да, красотища Камеры не передать, словами не описать Поэтому лучше приезжайте сюда сами Взгляните своими глазами Это действительно стоит того, чтобы увидеть Наконец-то мы зашли внутрь форта Тут предупреждение, пожалуйста Не пишите ничего здесь на стенах Соблюдайте чистоту Ну, к сожалению, да Почему-то люди портят вот это все Изрисовали Здесь был Вася Только по-арабски Здесь довольно прохладно Можно понаблюдать в отверстии За врагами Кто приближается к нам Пока врагов не видно Никто не приближается И, наверное, за этих отверстий Также можно пострелять Но стрелять тоже пока не в кого Давайте зайдем на второй Так что-то еще выше можно подняться Посмотреть, что там еще есть Ай, осторожно Тут на самом деле этот Я вам скажу Это очень хлипкая конструкция Поэтому будьте очень осторожны Стены все трескаются Так, ну да Здесь такие тоже более Большие окошки Для стрельбы Для обзора Ничего не видно, да Наверное, тут стояли какие-то Очень высокие дозорные Часовые И они, наверное, могли что-то разглядеть Но не для моего роста А, и теперь вот смотрите Вот там вдалеке Другая башенка Тоже какой-то форт Наверное, сейчас попытаемся туда тоже попасть Зайти Продолжаем подъем На второй форт Он чуть повыше находится Чем вот предыдущая башенка Чем первая И отсюда открывается вид Опять же на ферму Смотрите, здесь Довольно большая ферма И здесь видно Выращивают зелень Там даже слышно Как петухи Кукарекают вдалеке Наверное, каких-то курочек Разводят еще И здесь Ну, на самом деле Не совсем понятно Что выращивают Ладно, пойдемте дальше Наверх Наша цель Вот она Вот эта Башенка Наша цель Сейчас мы туда Попадем А с другой стороны Мы видим совершенно Противоположную картину Смотрите, там пальмы Все засохшие Прямо все высохло Как будто выжженная земля Не понимаю, почему Такое происходит Вроде возле Совсем рядом с морем Рядом с водой Вроде воды им должно хватать Но почему Смотрите, все высохло Все прямо Паникло Упало Там вдалеке Посмотрите Вдалеке все цветет Все красиво А здесь все высохло Засохло Не знаю, с чем это связано Если вы знаете Почему такое происходит В природе Напишите в комментариях Если вы в этом разбираетесь Будет очень интересно И до башенки осталось чуть-чуть Буквально Одна лесенка Давайте Дойдем Поднимемся Честно говоря Страстновато Отсюда вниз смотреть Немножко Перил нету Хватиться не за что Вид, конечно Красивый Классный Так Дальше Дальше Что мы здесь Опять какие-то Вайси Списали стены Здесь то же самое Что в предыдущей башне Просто размером Побольше Пошире Попросторнее Тоже Да Отверстие Через которое Можно смотреть И стрелять Наверное Тоже можно И тут так Прохладненько Кстати Да На улице жарко А здесь Прохладнее И на второй этаж Тоже давайте С вами поднимемся Тут тоже Висит предупреждение Что не надо писать Ничего на стенах И ничего не надо сорить Так что Пожалуйста Ведите себя Культурно Прилично Что здесь Здесь вид на дорогу Открывается Вот эта дорога Прямиком ведет В Фуджеру Скоро мы до туда Доедем И Ну здесь То же самое Тоже лесенки Можно подняться Наверх И посмотреть Что там У нас Есть О Да Здесь мы видим Горы Так Аккуратненько Спускаемся Давайте теперь Спустимся вниз Видите Тут уже куча людей Пришло Все фотографируются Все лазят По камням По скалам Но лучше Вы не лазите По камням Лучше ходите Где специальные Ступеньки Здесь все Совсем Как в деревне Даже люди едут В кузове машины На самом деле Если бы такого Видели в Дубае То сразу бы Оштрафовали всех И водителей И тех Кто внутри кузова Сейчас мы проезжаем С вами через Хорфакан Едем вдоль На набережной По Карниж стрит Здесь вдоль Карниж Есть парки Пляжи Магазинчики Ну то есть Такое место Центральное Наверное Где здесь люди ходят Развлекаются Отдыхают И соответственно Вид на порт Сейчас мы подъехали Еще ближе Вот он порт Во все Здесь стоят Контейнеры Но мы здесь Особо останавливаться Не будем Просто пройдем Мимо Потому что Уже время Идет к закату А еще нам Надо успеть До Фуджири А туда еще Почти полчаса Езды Поэтому Подоропимся Давайте И опять Красивая дорога Через горы Теперь мы Проезжаем Через Такую деревушку Мибра Посмотрите Слева Магазинчики Прямо Сельпо 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 Настоящие То есть Такие скромненькие Вывески Грязные Пошарпанные Смотрите Торговля идет Магазинчики Работают И обратите внимание Все вывески Здесь уже На арабском языке Видимо Англоговорящие Сюда вообще Не попадают В этот район И тут уже Не парятся Пишут все На арабском И вот Мы с вами Наконец-то Заезжаем В Фуджейру Уже видно Что цивилизация Столица Эмирата Уже Те же самые Магазины Керрифор Макдональдс Те же самые Высотные дома Здесь Похоже Хотят сделать Что-то Наподобие Шекзайд Роуда Видите Прямо вдоль Дороги Прямо Один За другим Напичканы Высотки А с другой стороны Пока еще Ничего Высотками Не застроили Но посмотрим Что будет дальше Может через Несколько лет Здесь все Кардинально Преобразится А вот эти Райончики Вот эти Виллы Совсем Как в Дубае Как будто Мы едем Где-то в районе Джумейры Прямо Точно-точно Ничем Не отличается Давайте еще Немножко Покатаемся По Фуджейре Посмотрим Как есть Дома Строение Ну кстати Фуджейра Она такая Немаленькая И вот я смотрю Сейчас по Навигатору Колесить Тут еще Нормально Нам придется Вот наша Следующая Остановка Это музей Фуджейры Он вот Справа от нас И сейчас Мы заезжаем В Фуджейра Форд О, это Очень большое Я вам скажу По площади Место Прямо Как настоящий Форд Здесь прямо Жилые Помещения Есть такие Хижины Есть Есть крепости Башни И на горе Стоит Самая главная Башня Сам форд Сейчас немножко Покатаемся Здесь Посмотрим Что здесь есть Ходить уже Я вам скажу честно Мы немножко Устали Поэтому Наверное Много тут Гулять не будем А именно Поколесим Больше Заходить тут Внутрь Вроде особо Неку То есть Вроде как Они есть Эти помещения Но Двери Все Похоже Что закрыты То есть Просто Здесь можно Вокруг Покататься Походить Погулять А вот Куда-то Внутрь Хижины Попасть Не знаю Если Удастся Мы конечно же Зайдем Но пока Не похоже На это В дальнем углу Мы заприметили Какую-то Башенку Дверь открыта Давайте зайдем Что-то тут Какой-то запах Пахнет горелым Не пойму Откуда идет Этот запах Не знаю Прям как будто Горят Дрова Какие-то Как будто Где-то Ну Вроде ничего Такого нет Непонятно Баню Как будто Топит Где-то Поблесся Мы внутри Башенки О Идемте Смотрите Здесь Пасут овец Здесь овечки У нас Ферма Небольшая Идемте Мы Кстати Про овец Снимали Видео Когда В Шардже На рынок Овец Заезжали Сколько Стоит Они Можете Посмотреть Тоже Очень Интересно Теперь Мы Посмотрим Давайте Туда В окошко Глянем Что там В окошке А в окошке Ничего не видно Видно Просто Внутреннюю территорию Форта Вот И В принципе Все К сожалению Во многие Помещения Здесь Двери Просто Закрыты И Не получится Ни Заткни Зайх Но Здесь Бордюры Навалили Давайте Мы Поднимемся Посмотрим Что там Можно Увидеть Что там Внутри Находится Да Внутри Интересный Там Дворик Такой Симпатичный Здесь Жилой Домик И Как будто Садик Там Да Ну То есть Скорее Все Здесь Была Какая Конюшня Может быть Какого Местного Шейха Резиденция Непонятно Если вы знаете Что это такое Напишите В комментариях Похоже Здесь Еще идут Реставрационные Работы Наверное Не все Здесь Дочинили Починили Даже Вот Ямы Там Есть Какие Открытые Вот Непонятно Почему Их Остали Так Не огорожен Это Поэтому Будьте Осторожны Не Провалитесь И Здесь Есть Еще Одно Какое Старое Сооружение Брошенное Посмотрим Что Здесь Внутри Так Тут Какие Трансформаторы Вообще Ставят Какая Электростанция Ладно Мы Трогать Их Не будем Просто Пройдем Внутрь Посмотрим Что Еще Всякие Трансформаторы Кабели Какие Валяются Причем Судя По всему Как будто Они Не работают Что Ли Не знаю Так И Здесь Опять Дворик Велосипед Чей Домик Кто Там Живет Поход Ну Опять Какой То Дворик Такой В Старинном Стиле Пройдем Давайте Дальше Туда Прямо Вперед Пройдем Там Еще Калиточка А Вот Посмотрите Вот Там Вот Уже Видно Сам Форд Сейчас Мы Тоже До Такие Такие Калиточки У нас Прямо Старые Старые Деревянные Тут Опять Какой-то Дворик Опять Какой-то Дворик Да Что-то Тут Опять Такое Хозяйственное А вот Это Наверное Колодец Здесь У нас Колодец Ли Да Колодец Но его Засыпали Он По сути Пустой Похоже Раньше Здесь Была Вода Дальше Что У нас Есть Дальше Опять Какой-то Дворик Ну Похоже Здесь Тоже Опять Кто-то Живет Или Жил То есть Такой Дворик 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 Обычный Какие Тут Постройки Ладно Хватит Здесь Бродить Давайте В сам Форд Теперь Поднимемся Здесь Можно Заехать На машине Видите Даже Дорога Есть Либо По ступенькам Подняться Пешком Но мы Не ленивые Мы Поднимемся Пешком О Подождите Вот Там Смотрите Какой шикарный Вид открывается На Фуджейру Мечети Видать И Высокие Современные Дома Прямо Да Красиво Красиво Выглядит Ладно Наконец-то Пора Забираться В форд И Наконец-то Пора Посмотреть Что там Внутри А к сожалению Вход В форд Закрыт Опять Замок Висит Не пускают И посмотрите Какая большая Территория Форта То есть Вот там Забор идет Каменный Там вот Башенки Вот эти все Холмы Песчаные Потом хижина Вот опять Видят Там серая Такая стена Песочная Вот эта вся Территория Вот эти хижины 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 Это все Территория Этого форта То есть Форт Был довольно-таки Большой И Наверное Здесь что-то Прямо Размещалось Наверное Это какой-то Город Наверное Было Раньше Здесь А потом Уже Разрослось Дальше За стены Туда Если вы Знаете Подробную Историю Это место Или вам Есть что Сказать Что-то Уникальная Информация Вы знаете Об этом Месте Напишите В комментариях Здесь На территории Форта Есть такие Пригорочки Обязательно Заберитесь Тут есть Прямо Тропинки Их Видно Заберитесь На пригорочек И оглянитесь Вокруг Прямо Потрясающий Вид Открывается И горы Здесь Видно И город И машины И современный Город И старый Город Видно И мечети И даже Видно Если Вот так Вот прямо Туда Вокруг Посмотреть Прибрежную Зону Видно Океан Но там К сожалению Туман Сейчас В сторону Океана Ничего Не видно Но Возможно В другую погоду Даже Можно увидеть Больше Чем Сейчас Да Вид Отсюда Открывается Потрясающий И Это Действительно Стоит Того Чтобы сюда Приехать И посмотрите Какую Большую Мечеть Здесь Строят На Фуджере С этой Стороны К сожалению Дорога Закрыта Тут Еще Видимо Не достроили Идут Работы Ездят Грузовики Нам сказали Объехать С той стороны Сейчас Мы Объедем И Посмотрим Эту Мечеть Вообще Фуджере Это Такое Место Куда Ехать Надо Не за Количеством А за Качеством То есть Если Вы Хотите Посмотреть Как можно Больше Мест И вам Важно 10-15 Разных Мест Посетить То Фуджере Это Не для Вас Тут Не так Много Достопримечательностей Но Если Вы Хотите Посмотреть Именно Не спеша Проехаться Если Вы Любите Автопутешествия Если Вы Любите Подолгу Останавливаться На разных Местах Обойти Все Осмотреться То Фуджере Это То Место Куда Вам Надо То Если Вы Едете Не за Количеством А за Качеством То Конечно Фуджере Очень Хорошо Пока Мы Были В мечети На Улице Уже Стемнело Я Люстры Резьба Позолота Все Сделано Очень Оформлено Очень Красиво Аккуратно Нам сказали Что это Второе Повеличение Мечеть То есть После Мечети В Абу Даби Которая Белая Мечеть Шейха Зайда В Абу Даби Это Второе Повеличение И она Кстати Тоже Называется В честь Шейха Зайда Ничего Не буду Больше Рассказывать Про нее Приезжайте Смотрите Заходите Если Вы Мусульманин Конечно Обязательно Обязательно Сделайте В ней Намаз У нас Еще Пара мест Запланировано Но не знаю Уже Начинает Темнеть Посмотрим Попробуем Проехать Если Удастся Снять То с ним Если Не Ну Уже Время Позднее Мы На пикник Что-то Не особо Настроены Так что В парк Заходить Не будем И Поедем Дальше Посмотрите Парк Остался Там Вдалеке А вот Херрит Эчерри То есть Это Где Старая Восстановлена Старая Быть Старая Жизнь Это Здесь Чуть Дальше Находится А Здесь Еще Дальше Есть Такая Лестница Наверх Это Какая То ли Дамба То ли Смотрим Что Здесь Можно Увидеть Первое Что Здесь Хорошо Видно Это Звездное Небо Да Уже Встемнело В городе Свет Еще Горит А Здесь Вообще Темнота Это Просто Большая Обзорная Площадка Да Похоже Здесь Что-то Какой-то Водоем Был Раньше Очень На это Похоже Здесь Воды Нету А Здесь Наверное Вода Есть Уже Темно На этом Все Мы Закончили Путешествие В Фуджейру Теперь Возвращаемся Домой Ехать Также Примерно 130 километров И полтора Часа Успели Побывать Почти Во всех Местах Кстати Вот Мечеть Мы даже Не планировали Случайно Ее увидели Она Открылась Недавно И еще Не все Даже про нее Знают И вот Видите Мы Одни из Первых Кто Сообщил Вам Об этой Мечети Путешествие В Фуджейру Закончилось Возвращаемся Домой Оставайтесь С нами Подписывайтесь На канал Индубай Следите За новыми Видео Всем пока Пока До скорой встречи Субтитры